Илон Маск однажды заявил, что существует всего одна вероятность из миллиарда, что реальность это не компьютерная симуляция. Этот же человек заявил, что никаких инопланетян не существует, а еще этот человек назвал своего ребенка вот так. И воспитывает его как гендерно-нейтральное существо, и это при здоровых-то первичных половых признаках. Не думай, что большое количество денег и популярность, а также достижения в области технического прогресса означают, что каждое твое слово и поступок являются непреложной истиной и чем-то абсолютно правильным. Однако факт остается фактом, и слова Илона Маска о том, что реальность это некая искусственная симуляция, или проще говоря матрица, лишь отображение социального и общественного запроса по этой теме. Видео на эту тему виртуальности и ненастоящести нашего мира очень много в ютюбе. Мысль и теория, что реальность это некоторое подобие матрицы, быть может даже очень похожей с тем, что было показано в фильме под таким же названием, очень популярна. Самое интересное, что будь то конспирологическое понимание матрицы или научно-теоретическое определение симуляции реальности, по большому счету это одно и то же. И подразумевает искусственное создание бытия кем-то или чем-то с определенной целью. Мы же простые смертные люди не знаем истинной реальности и смысла симуляции, или же скажем так матрицы. Мне интересно, по какой причине теория искусственности, реальности и матрицы стала за прошедшие 10-15 лет столь популярной. В этом виноват фильм с Киана Ривзом «Матрица» или убежденность конспирологов, что масонский Голливуд намекает нам через фильмы на что-то эдакое. Или в этом виновата наука и то, как она развивается. Быть может наука из года в год, из месяца в месяц, находит серьезные и весомые доказательства, что реальность это лишь симуляция. И вообще, в принципе, какая разница, мы в компьютерной квантовой симуляции или нет. Зачем нам это выяснять? Для чего? Неужели это так важно? Сегодня мы узнаем правду. И кто нам ее расскажет? Ты что ли, сороксенок-дезинформатор? Не, ну я посмотрю до конца. Этот шизик всегда интересно рассказывает. А че это я шизик? Понимаешь, Петя, если шизик я, то шизик и ты. Сегодня мы узнаем и выясним правду, ответим на самый сложный вопрос. Все это вокруг нас симуляция? И если да, что она от нас скрывает? Если ты смотришь это видео, друг мой, ты и есть. Настоящее сопротивление лжи и обману, внушаемому нам с детства. Меня зовут Крыжиновский Петр. Ты на канале Нулевой Пациент. Именно с нас начинается эпидемия перемен... Перемен... Именно с нас начинается эпидемия перемен к лучшему. Очень прошу досмотреть это видео до конца. Подписаться на канал и поставить лайк под видео. Заранее благодарю. Приступим. Существует синдром деперсонализации, которым страдает каждый сотый человек на Земле. Людям с этим недугом мир кажется нереальным, двумерным, туманным. Порой будто это все сон. А еще есть понятие дереализация, когда реальность человеку кажется искусственной и плоской. С дереализацией часто знакомы те, кто страдает от некоторых нервных и психических расстройств. Таких как клиническая депрессия, посттравматический синдром, тревожное расстройство и так далее. Людей, которые на протяжении жизни так или иначе сталкивались с этими проблемами очень много. И с каждым днем их все больше. И беснующаяся фармакологическая отрасль, наращивающая производство седативов и антидепрессантов по всему миру, тому доказательство. Вы еще не принимаете чего-то от постоянной тревоги, тогда мы идем к вам. Ничего плохого в этих таблетках нет. Принимал бы вовремя, я бы у тебя не появился. Не принимай их больше, пожалуйста. Можно ли предположить, что психические легкие недуги, распространяющиеся в современном мире с невероятной силой, стали настолько массовыми, что люди, ощущающие дереализацию и персонализацию, не знающие о таких диагнозах, и стали причиной ощущения и появления теории, что мир это матрица или симуляция. Да, так сказать можно. Ведь людей, страдающих различными нервными заболеваниями, чьи побочные явления дереализации и деперсонализации, значительно больше, чем тех, кто говорит о симуляции и реальности существования в матрице. Это факт. И это лишь одна из теорий, почему эти мысли, набирающие обороты, появились сразу и у многих. Этот тип роскошно рассказывает, но все равно дизлайк-отписка. А еще технический директор Google в области искусственного интеллекта Реймонд Курцвейл предполагает, что, возможно, вся наша Вселенная – научный эксперимент младшеклассника из другой Вселенной. Космолог Алан Гуд из Массачусетского технологического университета предполагает, что Вселенная может быть реальной, но одновременно являться лабораторным экспериментом. Согласно его гипотезе, наш мир создан неким сверхразумом, подобно тому, как биологи растят в колонии микроорганизмов. Теории и умных людей, которые все сильнее и чаще склоняются к тому, что реальность – это симуляция, очень много. И больше всего меня привлекла самая свежая работа на эту тему. Монография, то есть научная работа одного из исследователей из компании Microsoft о том, что реальность – это некая самообучающаяся нейронная сеть. И мы, конечно же, ее часть. Нейронные сети, искусственный интеллект – вот вам и ответ, почему так много народу из IT-сферы – Microsoft, Google, Elon Musk и прочие – больше остальных твердят о симуляции внутри мегакомпьютера. Все эти компании занимаются созданиями нейросетей и искусственного интеллекта, квантовых компьютеров. Чем ближе они к цели, тем больше у них понимания, что они создают Вселенную, которая будет бесконечно самообучаться, самосовершенствоваться и развиваться. Итак, судя по научной работе одного из работников и исследователей компании Microsoft, Вселенная – это некая нейросеть. Клетки мозга человека называют нейронами. Нейро на латыни обозначает жило, связка, сухожилие. Итак, нейросеть – нейронные связи в человеческой голове. Нейро на латинском – связка. Сети, связи, связка. Все слова имеют некое единое значение. Ну что ж, давайте посмотрим на фото того, как выглядит Вселенная. А теперь взглянем, как выглядят те самые нейроны – клетки мозга. Удивительно, правда? Вот вам и нейросеть. Дизлайк, я ему все равно надо поставить, написать. Ты рептилоид, пьющий адренохром и чипы и машеах и что-то еще там, что мы обычно конспирологи пишем. Во многих древних культурах, во многих религиях есть сказ о думающей живой Вселенной. Некой разумной энергии, наполняющей пространство, которое разумно. Кто-то назовет ее Богом, кто-то высшим разумом, а кто-то назовет это чушью. Но претензии не ко мне, как всегда, а к умным дядькам, ученым из IT-компании и самых авторитетных университетов в мире. И тут вдруг возникает важная и интересная мысль. Дело в том, что матрица или симуляция подразумевает разумную волю, инициативу, упорядоченность и создателя симуляции. Неужели все эти теории – это попытка прикрыть обосравшихся некоторых ярых атеистических ученых, которые вследствие тяжелой и кропотливой работы обнаруживают закономерности и правила во Вселенной в человеке и в субатомном мире, указывающие на невероятный порядок, имеющий в себе почти компьютерную арифметическую точность? А ничего, что вам об этом в разных формах тысячи лет говорили как верующие, так и разные сказания и писания? Когда вы получите подтверждение воли в существовании реальности, вы попросите у религиозных якобы мракобесов прощения? Нет. Вы, чтобы не выглядеть, как я уже сказал, обосравшимися, будете втирать о нейросетях и симуляции. Что если сравнить с многими религиозными учениями те же яйца, только сбоку? Скажу, как и во многих моих предыдущих выпусках, лишь сумасшедший может думать, что все те закономерности, существующие в космосе, макрокосмосе, биологии, человеческого тела, морфогенезисе и многом другом – случайность. И тот, кто думает иначе, не ученый и не грамотный человек, а осел. Те же, кто верят в бородатого дядьку на облаках или что можно убивать во имя Бога – безусловно, такие же ослы. И эти две группы скоро ждет невероятный крах. Все религии, как и атеизм и любая ложь, скоро падут. Но это тема совсем другого выпуска. Агент Смит в «Матрице» рассказывал Морфеусу, что первая матрица для людей создавалась как абсолютный рай, без хлопот и забот. Но такая матрица не работала и была создана нынешняя версия, где есть страдания и войны и любовь. Предположим, что реальность – симуляция. Для чего она существует и кем создана именно такой? Скажу вам то, что мне известно. Реальность – не матрица и не симуляция. Однако реальность и каждый ее аспект, включая время, гравитацию, нас с вами, субатомные частицы и все, абсолютно все, что можно себе представить – живое существо. И оно, конечно же, обучается и развивается, рисуя свою прекрасную картину. А обучиться разум, в том числе и человеческим, может лишь через потери и боль, неудачи или, наоборот, удачи, через любовь и радость. Это называется опытом. Так мы становимся сильнее, так мы эволюционируем. Каждый из нас может лишь поспособствовать, чтобы нарисованная картина реальности была максимально прекрасной. Ведь есть огромные, гигантские, величественные силы, которые хотят, чтобы картина была ужасной, уродливой и злой. То есть ответ на вопрос, может ли зло победить, все, увы, друзья мои, да, может. Так вот, очень важный и интересный вопрос. Это всеобъемлющее нечто знает, что мы с вами, каждая составляющая деталь, сейчас делаем. Помогаем ли мы реальности делать все красивым или, наоборот, делаем все уродливым? Это самообучающаяся и самопознающая, предположим, квази-гигантская нейросеть знает о нас, знает об этом. А ты сейчас, зритель, знаешь, что происходит в твоем организме? Что делает каждая клетка? Как она себя ведет? Какие последствия тебя ожидает? О, да, ты кушаешь и лечишься. И, по идее, должен быть конкретный результат всего этого. Но уверен ли ты в этом? Знаешь ли ты, что делает каждая твоя клетка сейчас? Нет. В теории мы, предполагаемо, на практике, даже не представляем, что творится внутри нас. Вот такова правда. Я искренне желаю вам, чтобы внутри вас каждая клеточка помогала вам делать лишь прекрасное и позитивное. Давайте же и мы поможем реальности делать только прекрасное. Поверьте, реальности с нами порой так же трудно, как и нам с нашим организмом и многими его составляющими. Именно ты можешь и должен все изменить. Я так и знал. Я отнял из матрицы. Дорогой друг, если ты посмотрел это видео до конца, то ты мне очень помог в распространении правды. А еще ты и есть настоящее сопротивление. Невежествуй тем, кто его насаждает. Еще раз напомню о подписке, лайке, комментарии и жмите колокольчик под видео, чтобы не пропустить следующие видео. Всего вам хорошего и помните, грядут перемены. Ха, ребят, я все его таблетки спрятал. Теперь он от меня не отделается. Увидимся. Надо куда-то спрятать, хорошо.